Песня Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Яль. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня в очередной раз встречаемся на ботике нашего знаменитого, я уж не знаю, слово капитан, наверное, не подойдет, по голове даст, ботсмана Васильевича. А это означает, что мы сегодня будем говорить в программе «Давайте поговорим». На какую тему сегодня будем разговаривать? У нас недавно вышла передача с тобой. Что-то я уже запутался, их много было. По-моему, называется она «Общинно-родовые устои. Выпуск 4». И вот после выхода этого видеоролика, этой беседы нашей, к нам написали такой комментарий. Комментарий написала наша постоянная слушательница с чувством юмора, она такая хорошая женщина, Оксана Брейнер. Написала она так «Я, как женщина, так уж и быть, буду соблюдать субординацию и не стану трогать держава устройства». В скобках «Хотя в некоторых моментах я не согласна». «Но из женской солидарности хочу возмутиться насчет детей». «Девять? Вопрос. Шестнадцать? Да вы, что? Это же такая изнашивающая нагрузка на организм. Плюс еще отказ от животного белка. Видела я в Средней Азии казашек, родивших по восемь и более детей. Сорока годам это беззубые старухи, обремененные букетом гинекологических и прочих заболеваний». Ну, там еще так далее, тому подобное. Вот Алексей ей уже ответил, но это я к тому зачитал, что разное мнение. То есть мы выслушали вот одно мнение, где говорится, что, мол, чего-то это перебор с детьми. Не хочу конкретно вот я рожать такое количество детей. Приходят к нам и другие вопросы, они не менее, я считаю, важны, они более важны в нашем смысле. Перед тем, как его зачитать, я, в общем, попробую обобщить сначала, а потом еще его зачитаем, потому что это уже конкретно там частности. В последнее время я вот слышу по знакомым, по дальним, по ближним и не только по знакомым, что люди сталкиваются с какой ситуацией. Они по многу-многу лет не могут привести в этот мир ребенка. Вроде бы и здоровый папа, и здоровая мама, и как только не лечится, а ребенок не приходит. И вот теперь уже как бы уточним репликой-вопросом от Калибри. На мой взгляд, хорошо бы в продолжении разговора рассмотреть очень важную тему. Как притянуть душу с высокого уровня тонкого ментального плана? Очистить, ну тут, наверное, надо опять этот простознак идет равно. Как очиститься от телегонии и другого негатива, и во время акта создать максимальный эмоциональный всплеск на основе любви? Это реальные методики такие есть. Этим можно помочь людям, осознавшим ответственность перед родом, вставшим на путь исправления. Душа с высокого уровня – это другой потенциал во всех параметрах. И любовь, и интеллект, и здоровье, и так далее. Ну, я даже слышал, что когда приходит очень-очень мощная светлая душа, то она помимо того, что у нас становится учителями такими вот нашей явной жизни для своих родителей и ближайшего окружения, она еще способна очень серьезно улучшить, сгармонизировать ситуацию в роду, как на несколько поколений до ее появления, так на несколько поколений после ее появления. Ну вот, теперь, Алексей, желательно больше, чтобы с твоим уровнем понимания на данный момент, с твоим уровнем осознанности, ты высказал свои советы по вот этим вопросам. Благодарю. Опять стрелки на Алексея перевел, да? Понятно. Давайте поговорим. Давай начнем, наверное, тогда отвечать Оксане. Я думаю, что Оксане надо посвятить вообще отдельную передачу «Вопросы от Оксаны». Вот так прямо ее назвать. Где мы будем только Оксане на вопросы разбирать и на них отвечать. Потому что она очень активно пишет, очень хорошо вступает в диалоги, и не только в диалоги, вообще в какие-то разговоры по разным темам. А это дорогого стоит. Раз такая жизненная активная позиция, то может быть как раз «Вопросы от Оксаны» так и назвать передачу. По поводу того, что она написала «Вот, я видела там у казашек». Есть еще другие народы, которые стареют очень быстро и которые уже к 35, к 40 годам выглядят очень и очень нехорошо. Так генетика у них сложена. Почему это произошло, крово ли это смешение, или так было задумано, сейчас мы об этом не разбираем. Сейчас мы про это не говорим. Мы говорим про то, что такие народы существуют. Но в первую очередь мы говорим не про эти народы, у которых есть какие-то особенности отличительные, а про расу, про людей, которые создают основу державы. В первую очередь на них мы нацелены. Естественно, что никогда никаким образом другие народы с счетов не сбрасываются. Но если основной, тот народ, который является основой, не будет себя хорошо чувствовать, то в этом случае говорить о благости других народов не получится. Даже те иные народы, которые приворовывают, обманывают, тоже в благости себя не будут чувствовать. Потому что, если всех ограбить, то в конечном варианте, в конечном итоге, кого грабить-то? Грабить будет некого. И у них тоже начнется недостаток. У них тоже начнутся проблемы. Поэтому они также должны быть заинтересованы в том, чтобы был тот основной народ, живущий в благости, от которого можно что-то получить. Ну, это так, философские такие рассуждения. Конечно же, я выступаю против того, что кто-то жил за счет кого-то. Ну, так, на всякий случай просто указываю на то, что такие интересные моменты есть. Если паразит осиливает своего хозяина, в том случае он погибает вместе с хозяином. Поэтому паразит в большинстве случаев так устроен, что он доит хозяина, но старается доить так, чтобы хозяин не помер. Это диалектика жизни. Так устроен мир. Мир паразитов. Мы же переходим к вопросу от Оксаны. Итак, видела я, что вот там такие плохие. Ну, еще раз, генетика у всех разная. Если кто-то работает на износ, если чей-то организм не приспособлен для жизни вот в этих условиях, это еще не говорит о том, что все происходит именно так и со всеми. Каждый человек уникален. И каждый народ в чем-то отличается от другого народа. Поэтому у наших родов генетика заточена таким образом, что при рождении в любви и благости женщина получает омоложение организма. Если мужчина зачинает в любви и радости, он получает омоложение организма и силу новую. Если же это производится так, поскольку-постольку, ну, лишь бы было, то в этом случае тогда уменьшается сила, уменьшается здоровье, уменьшаются лета, и происходит старение организма. Когда наши предки жили по кону, по праве, то в этом случае все действовало так, как я сейчас рассказал. И если мы будем жить таким же образом, то в этом случае все будет происходить так, как я рассказываю. Когда же все было здесь извращено, нарушено, уничтожены устои, уставы и забыт кон, то в этом случае мы стали жить по иным правилам, которые нам навязаны. Но иные правила не учитывают генетики, не учитывают рода крови, не учитывают основ крови. И поэтому все происходит не так, как должно происходить. Поэтому и живем неправильно, и мыслим неверно, и засовываем в себя всякую дрянь, а уж к вопросам пола, вопросам жизни и продолжения жизни вообще подходим с такой стороны, с которой даже к хромой козе подойти невозможно. И что вы после этого хотите? Чтобы у нас был порядок и, в общем-то, благоденствие? Я сомневаюсь, что это возможно. Для того, чтобы выжить после уничтожения жречества, после уничтожения ведущей и принимающей силы, народ загнали в определенные рамки, но чтобы себя не поубивали. Религиозные рамки, экономические рамки, социально-бытовые рамки был веден домострой с очень жесткими ограничениями, где нравится, не нравится, спи, моя красавица. Этот принцип работал и сейчас продолжает работать. Естественно, что когда не по любви, то тогда, извините, по печени. А это больно. И счастье это в жизни не приносит. И здоровье это не дает. Не надо примерять то, что естественно, к тому, что извращено. Мы сейчас живем в извращенной цивилизации. Поэтому у нас и мозги не так работают. Мы начинаем хвататься за примеры, не которые реально для нас подходят, и которые нам подсовывают. И отсюда многие беды. Неправильная работа мозга, обремененному проблемами, которые цивилизация нам кидала, ведет к неправильным выводам. Наша задача возвращаться в то естество, которое нам по генетике близко, по роду, по крови близко. А не тыркаться во все какие-то злачные места, которые нам указали. Но нам на канализацию указывают, мы туда носом. Зачем? Зачем? Нам говорят, что рожать надо в страхе, в боли, о чем тоже часто пишут. Если бы это было неестественно, то тогда бы мы все уже давным-давно перевелись. Но если вы пытаетесь из естественного сделать что-то неестественное, то получаются проблемы. Ну, задайте себе вопрос. Вы же не идете в туалет, не становитесь на голову, и потом сверху пытаетесь что-то из себя выложить. Нет, вы почему-то садитесь на унитаз, потому что это естественно. Так почему же вы рожаете лёжа? Почему же многие рожают так, чтобы ещё выдавливать что-то из себя? Но это же неестественно. Наши предки знали прекрасно, что надо естественным образом жить, естественным образом себя вести и рожать, естественно. Поэтому не было боли, не было страха. А нам сейчас кладывают девочкам в головы, что это страшно, что это больно, что это плохо. Поэтому одного в лучшем случае установки поставлены на боль, на страх, на смерть, на страдания, на переживания. А чтобы это всё случилось, вот вам прививочка, вот вам таблеточка гормональная, вот вам ещё что-то, вот вам ещё что-то, вот вам пища, которая вас будет уничтожать. Начинаются бесплодия, начинаются боли, начинаются неестественные роды. И всё это, вместе собранное, вся эта дрянь накапливается в мозгах наших девочек и мальчиков. И вырастают женщины, которым страшно рожать, которые рожают в боли и в муках, вместо того, чтобы в счастье получить ребёнка. Счастье без боли и без муки. Но ведь, когда вы рождаете в боли и в муке, вы же мучаетесь не только сами, вы мучаете ещё чадо своё. А ведь всё, что первое он улавливает в жизни, это для него вся жизнь. Он получает сразу всю информацию об этой жизни. Здесь зло, здесь плохо, здесь холодно. я беззащитный, я маленький. И кто вырастает из этого чада? Но если вы его произвели в этой боли, если вы ему боль доставляли, что вы хотите от него получить? Какую радость? Поэтому давайте не будем извращать. Давайте всё-таки осознаем, как это всё было с точки зрения естества. И в современных условиях нашей жизни применим естество. Не тащить сюда лапти надо, старые. Лапти – это всё лишь одна из форм выживания, когда в другое невозможно было одеться. А возьмём естество человеческое и посмотрим, а что для этого естества человеческого в современном мире может быть неразрушительно. И давайте это возьмём. Потом это начнём усовершенствовать, убирать отсюда всё злое, злое для нас, то, что разрушает нас, и создавать что-то доброе, подходящее для нас, чтобы мы могли жить в радости и в счастье. Братья естество, а не брать форму жизни, не брать картинку жизни, не брать бутафорию из той постановки. Мы сейчас живём в новом мире, но естество-то осталось. Вы как кушали в рот, так и кушаете. Как ходили в туалет, вот через то место, так через него и ходите. Это естество. Но если вы себе усложняете приём пищи и усложняете поход в туалет, вы нарушаете естество. Всё же очень просто. Давайте научимся естество не нарушать. Вернёмся к нему. Вернёмся в природный образ жизни, используя те блага, которые сейчас есть, и усовершенствовав их для блага, для благой, для хорошей жизни. Вот что я предлагаю. Находите те формы бытия, которые вам свойственны, вам ближе, которые бы вас не разрушали. И тогда всё будет хорошо. теперь по поводу души, по поводу духа, по поводу высшего Я, которое в этот мир проявлено. У пиявки не рождаются слоники. У слоников не рождаются перепёлки. в род приходит тот, кто ближе к всего, ближе всего, к тому уровню бытия, в котором ваш род сейчас проявлен. Вот если вы довели свой род до помойки, то в этом случае у вас родится, конечно же, принц, но будет он принц помойки. У вас, конечно же, родится какой-нибудь манипулятор с хорошими руками, с правильными мыслями, действиями, но он будет перерабатывать мусор на этой помойке, манипулировать этим мусором. Всегда в род приходит тот, кто на данный момент в этом роду может себя проявить, исходя из того уровня бытия, которое в этом роду сейчас проявлен. Все почему-то хотят призвать доброго, светлого, разумного, здорового. А почему он светлый, умный, здоровый должен прийти туда, где помойка? Почему? Что вы сделали для того, чтобы он такой хороший, красивый, пришел к тем, кто сидит сейчас в помойке, по уши в грязи? Что ему там делать? Ну, уровень-то не тот. Или вы думаете, что мироздание и ваши рода такие тупые, они будут посылать того, кто здесь будет заниматься не своим делом? Нет, друзья мои, прежде чем вы призовете вот того, кого вы хотите, вы должны сделать усилие над собой, вы должны из этой помойки вылезти, вы должны очиститься, подготовить пространство, где бы вот этот добрый, светлый, хороший, умный, красивый себя мог проявить и показать. И тогда к вам будет направлен тот, который будет на своем месте в свое время. бессмысленно призывать чистую светлую душу в грязь. Бессмысленно по двум причинам. Первое, потому что большинству здесь в грязи делать нечего. А второе, если нужно сюда прийти тому светочу, который вас выведет, он и без вашего призыва придет. Но это как лотерея для вас. Вот миллиарды семей, которые в грязи живут. И в какую-то одну, ну, может быть, в десяток придут эти светочи. Это как лотерея. То есть вы идете, покупаете билеты. Вам говорят, ожидается сто светил, приходящих на эту землю в разные рода. Вот ваш род придет десять светил. Вы говорите, о, я хочу. Ну, тогда в очередь становитесь, билетики приобретайте, а потом мы разыграем лотерейку, куда лучше придет кто-то. Ну, это так, я утрирую, конечно, потому что там тоже понятно, куда, в какое место должен прийти, где скопище вот этих товарищей, которых надо выводить. остальные, извините. Билетики не все выигрывают. Поэтому звать можно бесконечно долго, но лучше всего меняться самому, лучше всего соответствовать тому образу, который вы в своем ребенке представили. Представляете, какую работу надо над собой делать. И не просто так, раз в недельку я схожу в спортивный зал, раз в недельку я подумаю о чем-то светлом. Нет, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду все ваши мысли должны быть только о том, чтобы совершенствоваться, улучшать себя, мыслить о том, каким вы хотите быть, каким должен быть этот мир, познавать его всесторонне, а не затыкаться в каком-то днем учения. Ведическое мировоззрение, тем и хорошо, что оно не ограничивает кого-то в чем-то, в какой-то догме узкой, вот в этом вот, в каком-то представлении, вот это узконаправленном, в какую-то секту кого-то не загружать. Нет, ведическое это всестороннее направление, во все стороны. Это мудрость мира, которую вы познаете без ограничений. Так что вот так, хотите, чтобы к вам пришел светоч, светитесь сами. Вы должны стать маячком, маячком, на который будет ориентироваться тот, кто должен прийти в этот мир. Если вы не будете этим маячком, то не будет того света, на который будет ориентир. Только сам человек может стать или светлым, или темным, исходя из своего предназначения. Он может перечеркнуть все, что ему дано. Он может быть разрушителем, используя классные свои инструменты, которые ему даны по жизни, а может что-то созидать и строить. Вас все заложено, но как вы будете распоряжаться, уже зависит от вас. Кто-то идет на поводу своих хочушек, тем самым пускаясь до уровня мартышки, а кто-то подчиняет себе свое тело и использует все возможности, которые в этом теле представлены. Бывают случаи, когда на ребеночка смотришь, у него прекрасные данные физически, у него прекрасные данные ума, он так умеет говорить красиво, так умеет все обставить красиво, манера поведения, все здорово, хорошо, им говорят, у него великое будущее, у него все задатки, а к восемнадцати годам смотришь, ну да, хорошо, все замечательно, но нет роста, а потом годам тридцати видно, что каким он был таким и остался, а вот какой-либо серенький мышоночек, гадкий утеночек, который барахтался там в стороне, самостоятельно пытаясь что-то сделать, на которого никто не обращал внимания, вдруг тридцати годам превращается в прекрасного лебедя, к сорока годам он становится вожаком стаи, и на него все смотрят, ну как же так, ну он же был ограничен в своих возможностях, по сравнению вот с этим, как он достиг этого всего, да потому что он трудился, да потому что он познавал этот мир, он совершенствовал себя, его душа трудилась день и ночь, он поставил цель, и он к этой цели двигался, кстати, вот таких примеров намного больше, когда человек ограничен чем-то, у него нет возможностей таких, как у его соседей, которые сразу с лета что-то получают, и он достигает большего, никто вас ни в чем не ограничивает, никто вас не ограничивает в саморазвитии, все вам дается по вашему представлению об этом мире, по вашим трудам, то же самое связано и с призванием дитя, и души, и духа, и высшего я. Соответствуйте вы этому, придет тот, кто будет вам соответствовать. Не соответствуйте вы высшему, но, извините, придет тот, кто вам соответствует вашим низшим. Придет тот, у кого рожки, и будет вас бодать всю жизнь, напоминая, что не туда залезли, ребята, не то сделали. Получайте. всякие обряды по поводу призвания души это дополнение, но обряд светлый в темных руках с темными мыслями это что-то такое, что меня иногда заставляет опечалиться. Все люди почему-то хотят больше и сразу, нежели чем они есть и нежели чем они сейчас достойны, нежели чем они могут ухватить. Это неправильно. Все дается по соответствию, все дается по делам вашим и по результату дел ваших. Это надо понимать. Вот главный ключ, размыкающий замок, за дверью, который он держит за этой дверью находится тот, кто должен прийти в этот мир светлый и радостный, который вам будет опорой, который вас будет радовать. Иначе ничего не получится. Иначе это все будет так, пустая болтовня. Это будет какая-то черная магия, чернуха, но свет вы не получите здесь, радости не будет. Ну вот примерно так. Благодарю Алексея за эту мудрую беседу, благодарю богам нашим светлым предкам нашим славным тебе за это будет добро. Друзья мои, я конечно же благодарю Михаила за то, что он поднял этот вопрос, но у нас программа «Давайте поговорим», а поэтому уж напишите вы что-нибудь по этому поводу. Может быть я как-то с другой стороны подошел, может быть что-то я не то увидел, может быть не то донес. Поделитесь своими мнениями, поделитесь своей точкой зрения. Ну а поскольку мы находимся на баркасе нашего боссмана, а на баркасе есть якорь, то в этом случае ключевое слово будет сегодня якорь. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго, радости и здравомыслия. С вами было Народное Славянское радио Алексей Орлов Михаил Ять. Желаю вам всего всего самого доброго. Прощаюсь, увидимся и услышимся. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова